Музыка Ого! Ого! Классическая тачка! Чай не менялась 40 лет! Ты прокатись! Сравни! Подумай! Тогда и выдай свой ответ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладья Победы настоящая! Трехмерно, как ландшафт вселенной! Ладья нова, но сам дизайн, как бездорожье, неизменный! На следе гоночных ФИАТов ключ слева, как у тех машин, которым мчались джентльмены под крик судьи. Старт Йоэнджин! Да, кнопки внешне устарели, но нажимаются легко. Еще здесь мягкие панели, и фары светят далеко. Две ручки врозь, когда на трассе. Две ручки вместе, если в поле. Две ручки невовода счастья. Свободы символ, символ воли. Сей чудный обогрев сиденья согреет мой озябший зад. Согреет, но не очень сильно, чему я, кстати, очень рад. Богатый славен кочубей, поля его необозримы. Где табуны его коней пасутся вольны, нехранимы. Лошадок в ладе меньше сотни, но все они тяжеловозы. Везут надежно и упрямо. О, кстати, рифма про морозы. Диванный аналитик скажет, в моторе мощности нехватка. Но еду я легко 120, плюя на ямы из оплатки. Обзорность, словно я в бутылке. Компактность, будь то на оке. Посадка, словно на кобылке. Автобус вижу вдалеке. Смотрю поверх других машин. Хоть выше их не на аршин. Обслуживать уже не надо, в передней ступице подшипник. В салоне тихо при движении. Орать друг другу – это лишнее. Машина не для слабонервных сцепления. Не для дамских ног. Руль, тяжик для увеселения. Скрутить его никто бы не смог. И, кстати, ступичный подшипник регулировки будет рад. Механику заказ-снаряд раз в 10 тысяч километров. Выписывай, приятель мой. На СТО спеши, как в дом родной. Сиденье здесь без подогрева. Не рад изнеженный мой зад. Да что скрывать. Я сам не рад, когда в скрипучий зимний хлад. Глядь, стужа. Весь обзор мне отсекла. Плохой ты-то обогрев стекла. Смешной рычаг переключения. Ряд высших и низших передач. Воткни и в снег несись ты вскачь. Как снежный человек сосквачь. Трансмиссия не знает утешения. И воет, как предвестник неудач. Еще два слова о педалях. Касаюсь тормоза едва. И сразу кругом голова. Машина тормозит едва ли. Уж пол ногой почти провален. Тогда лишь замедлен рысак. Без АБСа это мрак. Как лягушонка в коробчонке. Лечу-качу во весь опор. Звук, что в салоне. Весь мотор. И маломощный, извинящий. Всех приключений, предстоящих. Предвестник. Кузовной зазор. Не выиграет старый Ладиспор. За 40 лет еще никто не смог придумать круче чудо. Народный вездеход авто. Что? Для тех, кто любит ездить всюду. Хоры прикалываться. Пусть Новый год на носу. Но зрители от нас ждут все-таки немножечко и серьезной информации. А с какими итогами мы заканчиваем этот год? В этом году было продано более 25 тысяч автомобилей Лада 4х4. Автомобиль назван лучшим компактным внедорожником года. Такую премию учредило издание Клуб 4х4. Что еще? Лада 4х4 стабильно входит в число лидеров рынка. Ну а в своем сегменте, в сегменте кроссоверов и внедорожников, она твердо занимает почетное третье место. Почти 40 лет производства и продаж дали этой модели то преимущество, которого нет ни у кого. Она безусловный лидер вторичного рынка внедорожников. И, кстати, является одним из самых ликвидных автомобилей. Через три года владения она сохраняет 85% остаточной стоимости. Ну а что же в ближайшем будущем? Из ближайших новостей это то, что со следующего года все Лады 4х4 будут изготавливаться на вполне такой себе современной третьей нитке главного конвейера. Это должно очень положительно сказаться на качестве. Так что, граждане, смотрим будущее с оптимизмом. И, пожалуйста, не вешайте вот такую стиральную доску на свои прекрасные лбы. Редактор субтитров А.Семкин